Как реализовать свой потенциал? Как раскрыть то большее, кто ты по факту рождения? Сегодня я задам важное направление, чтобы у тебя не возникало этого вопроса никогда. Ни для кого не секрет, что Китай, у него история там 5000 лет назад, Индия, там вообще какие-то гигантские цифры. В славянской культуре сейчас идёт 2000, ой, сейчас идёт 7000 какое-то лета в славянской культуре на территории Российской Федерации. И все они сходятся во мнениях, все эти культуры, что наша история, наше развитие, оно вот такое. То есть кали-юга, кали-юга это как бы такое дно, в славянстве это называется ночь сварога. Потом утро сварога, день сварога, вечер сварога и ночь сварога. И у нас получается сейчас переход из кали-юги, из ночи сварога, мы сейчас переходим на утро сварога. В кали-юге люди рождаются, большое количество людей рождаются с достаточно простыми земными задачами. На день сварога, это когда много солнца, много света, то они там и телепортируются, мысли читают, что там живут по 1000 лет. В общем, а у нас ограничение, максимум в лучшем случае ты тут 100 лет поживёшь. И в Китае есть даже проклятие о том, что родись на переходе между вот этих двух эпох. Ещё эпоха водолея, ну то есть сейчас вот мы на переходе живём сейчас. Это факт, это просто уже неоспоримый факт. То есть мы на переходе эпох, юг, у кого как. И из самой тёмной, из самой невежественной, если это можно сказать, мы переходим на такую утреннюю... Из ночи мы переходим в утро. И кого-то проклинали, и поэтому они здесь. То есть действительно человек что-то такое как-то проявился, что-то такое сделал, чтобы его прокляли. То есть в Китае прям проклятие родись на переходе. Его настолько прокляли, чтобы он родился вот на этом переходе из тёмного во светлое. То есть когда вообще ничего невозможно практически. И есть люди, многие души, не знаю в каком количестве измеряется, но точно миллионы, миллиарды, наверное, душ, чтобы родиться именно на этом переходе из вот этой калии юги на утро сварога. Не помню, как на индийском это юга называется. Следующий, кому надо, тот гуглите. Или пишите в комментарии, и я подробно опишу свою интерпретацию этого вопроса. И вот эти огромное количество душ, вот сейчас послушай нутром, прими это нутром, всем своим бытиём, и тогда у тебя не возникнет вопрос, как раскрыть свой потенциал. Огромное количество душ рождается, вернее стояло в очереди, проходило экзамены, отбор, большой, сильный отбор, чтобы родиться именно в этот промежуток времени. И так как вибрационный фон вот этого промежутка времени калии юга, ночь сварога, то оно очень низкие вибрации, то есть очень мало возможно для человека в этот промежуток времени. И чтобы попасть вот в этот промежуток времени высокой душе, высокой душа, которая мудрая, которая древняя душа, она проходила большое испытание, большой отбор, большой экзамен, чтобы воплотиться вот в этот промежуток времени. Мало того, что она прошла это испытание, прошла экзамен среди многих, многих миллионов душ, которые хотели сюда получить опыт, она плюс ещё и приняла условие, что вот так как здесь вибрационный фон очень маленький, вот этого периода, а большие души, они большие по вибрациям, то есть он просто архивирует настолько всё, зажимает всё своё богатство, вот от души, богатство души зажимает настолько, чтобы вот в этот промежуток влезть. И просто забывает фактически, ну не забывает полностью, а архивирует где-то глубоко внутри. Всё с тобой, всё богатство с тобой, но ты просто должен настолько прям всё-всё-всё-всё до минимума, практически с животным, с животным базовым составляющим родиться и раскрыть, раскрыть ту свою большую мощь души. И вот два основных, конечно, их больше, три, или очень молодые души, которые учатся, кого-то прокляли, кто-то сам сюда пошёл. Ну то есть очень молодые души, которым покушать, поспать, ну всякие разные потребности, не слишком высоких духовных ценностей, потребностей реализовать. И есть души очень мощные, которые сюда проходили экзамены, чтобы попасть, чтобы... Чтобы зачем? Чтобы подсветить путь вот этим молодым душам. То есть большие мудрые души стояли в очередь, проходили в экзамен, и их пропустили при условии, что ты забудешь, и ты обязан реализовать свою мощь. Ты просто обязан. Ну, конечно, у тебя может не получиться, но желательно, ну как бы, твоя задача на воплощение именно в этот переходный период это раскрыть, мало того, вспомнить себя, раскрыть свой потенциал и реализовать себя, свой потенциал и подсветить людям, подсветить тот дар, ту мощь, с которым на самом деле твоя душа есть. И сейчас возникает ли вопрос, как, как реализовать свой потенциал? Ну, понять, что ты не можешь, то есть ты победила уже среди многих-многих очень мудрых, очень многих сильных душ, чтобы помогать людям сейчас, вот именно в этом. Ты победила единожды, и контент 18+, второй раз победила, внутри женщины есть мама-клетка, я скажу, чтобы дети, если что, не поняли, взрослые поняли, мама-клетка внутри женщины есть, и есть папа-клетка. И папа-клеток иногда бывает по три раза в день, и у кого-то и больше. Очень много папа-клеток попадает к мамам-клеткам, но победила всего лишь единожды, и всего лишь одна, одна клетка единственная из многих, из многих тысяч клеток победила. Ты второй раз уже победила. Ну, то есть, мало того, что твоя душа мощная, твое тело уже очень мощное, ну, потому что столько сильнейших побеждает. Очень мощная душа, очень мощное тело, и остается, что остается? Реализовать свой потенциал. Вопрос как? Здесь не возникает реализовать или нет? То есть, это неграмотный вопрос. А реализую я или нет? В смысле, ты по-любому реализуешь, какое ты право имеешь. Ты там чуть ли, не знаю, диссертации писали, не писали, но ты их чуть ли не обязана реализовать, потому что там очередь так-то стояла, и ты победю уже сделала. Ты один раз уже победила. Осталось победить всего лишь единожды, найти метод, как реализовать потенциал свой. Когда ты принимаешь, что ты не можешь его не реализовать, ну, просто у тебя нет такого варианта. Конечно, ты можешь выбрать всё, возможно, всё и немножко больше, и намного больше, возможно. Но вот именно в этом вопросе, как реализовать, ну, нет уже такого варианта. Это после того, когда ты принимаешь то, что на каком этапе времени ты находишься, каковы, в принципе, твои задачи, ты уже задаёшь, каким методом, через что, какие наставники мне нужны на своём пути, какая инфраструктура нужна, какие помощники. То есть ты задаёшь уже более грамотные, точечные вопросы, какой продукт, для каких людей я нужна. То есть не как реализовать, как это, ну, типа, и что, может реализовать, а может нет. А теперь уже более точный вопрос, кто я, какой у меня дар, почему мои наставляемые и выпускники моей школы, они, в принципе, с такими глазами выходят. А что так можно было? То есть неужели это я? То есть девчонка, которая, например, фрилансила, пыталась найти где-то себе работу, как-то найти долгое, там много курсов проходила, и там и таргеты, и шмаргеты всякие, что только не проходила, нигде себя не находила, потому что нутро как-то не отвлекается, как будто бы что-то не то, чего-то не хватает. Я для чего-то большего. И когда она выявляет, что оказывается она целитель, и просто в её поле люди истеляются, блин, а что так можно было? Неужели это всё так легко? Это же легко. Действительно. Вот то, что для тебя, то, что от тебя нужно миру, оно для тебя легко. А как? Как? Ну, не знаю, если до сих пор ещё остаётся вопрос, как реализовать. Ну, вот лучше задай сейчас вопросы другие, сформулируй их искренне, истинно. Потому что у тебя уже нет вариантов не реализовать. Ну всё, ну нет вариантов. На тебя надеются, ты ещё, если что, экзамены там большие, надежда на тебя у мирового космоса. Кстати говоря, это смысл спрашивать, типа, зачем вот так вот это происходит? С какой смысл спрашивать? Кто-то переживает, ну блин, вот бы я там на век другой родилась, вот где там уже телепортируется. Не надо спрашивать, почему я родилась именно в это время? Зачем-то тебе нужно было именно здесь. Всё, прими как факт, как данность. Всё, это твой промежуток времени. И тебе каким-то образом, уже каким-то образом, по-любому важно реализовать. Всё, сейчас напиши другие вопросы. Как? Это очень поверхностный вопрос. А глубже, чётче сформулируй вопрос. Какой наставник нужен? Я уже до этого говорила. Каким методом я могу помочь людям? В каком вопросе я могу людям посвятить? Задавай уже правильный вопрос, потому что пока ты поверхностный вопрос создаёшь, типа, как раскрыть потенциал, ну, у вас ответ такой же поверхностный будет, не глубинный. А сейчас уже чётче-чётче вглубь, 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 к сердцевине этого ответа, потому что ответ в тебе есть. Ну, ты для этого и рождена, для того, чтобы, как бы это громко не звучало, ты рождена для того, чтобы найти этот ответ, распаковать, разархивировать, потому что всё в тебе уже есть, опыт всех, 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 всего в тебе есть. И остаётся просто найти метод, как распаковать. Раскрыть, раскрыть. Сначала раскрываешь, для чего ты, кому ты полезна, чем ты можешь посвятить людям. Потом сначала принимаешь, что-то всё по-любому тебе реализовывать и точка. Ну, не реализовать как-то странненько будет в конце жизни. Такая помёрла уже, сменила свою мерность. Ой, ну я что-то не справилась, у меня там самозванец был там ещё. И у меня самооценка не очень, а вообще работа, на которой нелюбимая, я там не могла никак уволиться. Ну вот такими всякими темами, ой, я не шмогла, как-то там не прокатит уже. Там реально уже не прокатит, я не шмогла. И важно взять, и уже я шмогла. Как мне шмочь? То есть как мне быть той, кто уже реализовала, реализовала свой потенциал? Это чуть-чуть более грамотный вариант вопроса. Как мне быть реализацией своего потенциала? Всё, что могу сказать, пиши, пиши в комментарии твои вопросы. Если какие-то темы из тех, которые я затронула, и они какие-то тебе интересны глубже, то пиши и темы тоже, и запишу видео, если тебе какие-то темы интересны более глубоко в моей интерпретации. И самое интересное, что не надо слушать никого, кроме себя и своего сердца. Иди только на зов своего сердца. Не ищи никаких гуру снаружи. Я не гуру, меня не слушаю вообще. Я в смысле, я всего лишь человек, я могу во всём ошибаться. То есть меня слушать не надо, никого вообще слушать не надо. Слушай только себя и вот своё нутро. Где оно у тебя там нутро? Слушай только себя. Иди на зов своего сердца, сердца вселенной. Как это можно назвать? Просто будь собой, выбирай себя.